К новостям фестиваля школьного спорта СНГ. Он проходит в Москве. У нашей команды еще одна медаль. Шахматистка из Рыбница Анастасия Корчевская взяла бронзу. На данный момент Приднестровье возглавляет общекомандный зачет. У наших школьников уже четыре медали. Накануне еще три взяли наши теннисисты из Дубасар. Как дела приднестровцев на международном фестивале школьного спорта СНГ в нашем сюжете? В сердце Москвы, Тверской бульвар, Федерации шахмат прошли битвы за корону победителя в фестивале школьного спорта СНГ. От Приднестровья за нее боролись Анастасия Корчевская и Яков Гумены из Рыбницы. Корону не забрали, но и без медалей не остались. Анастасия Корчевская взяла бронзу. Буквально на последних секундах партии она поставила мат в соперницы из Казахстана. Конечно, за Анастасию переживали дома, в Рыбнице. Им привет из Москвы. Хочу поблагодарить своего дедушку, который научил меня играть и привил любовь к шахматам. Но не обошлось без поддержки бабушки, которая постоянно наставила на том, чтобы я занималась. Конечно, не обошлось и без родителей, которые меня постоянно поддерживали и возили на соревнования. А еще в Москве Анастасия случайно помогла своему родному дяде Виктору из Рыбницы найти армейского друга. Это произошло, когда наши школьники поехали на экскурсию в парк Патриот. Водитель из Москвы увидел знакомую фамилию в списке. И он увидел фамилию Корчевская Анастасия. И сразу же задал вопрос, а не родственница ли она того человека, с которым он служил на подводной лодке. И когда мы связались с Рыбницей и вышли на связь, человек, понятно, что расплакался. И для него это было, а для нас это было. Мы смотрели на это все. Человек реально, военный человек, вот так вот сидел и плакал. То есть они столько лет не виделись. Медаль Анастасии стала четвертой для Приднестровья на фестивале. Накануне еще три завоевали наших теннисисты. И могут еще. Сегодня в парах воспитанники Дубосарской школы тенниса вышли в полуфинал. Также добавить драгоценных спортивных металлов могут и баскетболисты. Завтра они будут биться за бронзу с Арменией. В гонке за золотом и наши мини-футболисты. Сегодня они обыграли Казахстан 5-4 и набрали 9 очков. Столько же еще у трех команд. И по шесть еще у двух. И весь этот футбольный узел развяжется завтра. После трех дней фестиваля у Приднестровья 4 медали и первое место в общекомандном зачете. Дальше идут Армения и Россия. У них по три медали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok